Дни в Романовке. Японские фотографии, запечатлевшие русское старообрядческое село в Маньчжурии на рубеже 1930-х-40-х годов и собрание Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева во Владивостоке. Книга посвящена уникальной коллекции фотографий, недавно попавших в коллекцию Приморского государственного объединенного музея из Японии. Они воссоздают жизнь и быт русских староверов, бежавших в 30-е годы XX века из советского Приморья и основавших в северной Маньчжурии село Романовка. Снимки были сделаны в конце 30-х – начале 40-х годов XX века японскими фотографами. В это время Япония активно переселяла в созданное на территории Северного Китая государство Маньчжугоу своих граждан, которые с трудом осваивались на материке. Опыт романовцев, быстро и успешно обустроивших свою жизнь в непривычных условиях, стал предметом тщательного изучения. Поражавшая японских исследователей способность к жизнеустройству была неотъемлемым качеством русских старообрядцев, с конца XVII века постоянно вынужденных переселяться на новые земли. Статьи ведущих специалистов по истории старообрядчества, вошедшие в книгу, помогают почувствовать причастность жителей Романовки к этой большой исторической и культурной традиции. Благодаря интересу японцев к жизни села появилась единственная в своем роде коллекция фотоизображений, запечатлевшая быт старообрядцев на протяжении веков, хранящих традиции своего жизненного уклада. Эти уникальные снимки прокомментированы не менее уникальными воспоминаниями бывших жителей Романовки. Живая речь староверов, соединяясь с фотографиями, создает эффект вхождения в исчезнувший мир, причастности его малым и большим событиям, радостям и трагедиям. Русская старообрядческая Романовка прекратила свое существование к концу 50-х годов. Часть населявших ее людей попала в сталинские лагеря, а иных ждал долгий путь в иные пределы. В 1957 году они выехали в Гонконг, затем в Австралию и Южную Америку. Оттуда многие перебрались в США, где в штате Орегон возникли крупные старообрядческие сообщества. Некоторые романовцы вместе с молодыми поколениями своих семей в начале 21 века вернулись в Россию, Приморье. Книга буквально воскрешает село Романовка с его необычной судьбой и делает его частью новой русской истории, в которой на первый план выходит человеческое измерение. Продолжение следует...